Я, чтобы сделать какой-то малюсенький перерыв, хочу сказать, что в 59 номере были впервые опубликованы стихи, еще книги не было, были впервые опубликованы много-много стихов, практически все, то, что было не напечатано ранее в журналах и книгах. 59 номера, к сожалению, нет, весь разошелся. А вот в последнем, в 61 номере, опубликован рассказ, давний рассказ 60-х годов, раньше не печатавшийся рассказ Лены Террориста. Ну, в несколько журналов еще осталось, если кто-то захочет, то может подойти. Когда, ну, здесь в зале сегодня трое из основателей Иерусалимского журнала, по крайней мере, Семен Гринберг, Дина Рубин, я. И когда Лена опять вернулась из Бейт-Шемеша в Иерусалим, интернета еще не было, поэтому мы старались ни иерусалимских не брать, значит, первого, кого мы позвали в редколлегию журнала, это Лена Игнатова. Дина Рубина. Добрый вечер. Я несколько даже растеряна, потому что мне кажется, что Володя сейчас совершенно замечательно прочел поэму оленей. Он изумительно читал стихи ее, просто замечательно. Так мог читать стихи и может читать стихи только очень, очень близкий, очень родной человек, влюбленный не только в эту замечательную женщину, но и целиком в ее жизнь, в ее душу, в ее поэзию. Я думаю, что Елена Игнатова – поэт выдающийся. Я думаю, что это русский поэт. Я думаю, что не стоит привязывать нас к месту жительства. Она русский поэт с головы до пят, своим чувством, своей поэтикой, мелодикой своего стиха, своей философией. Она, я думаю, вот из прияты современных, самых лучших русских поэтов. И я думаю, что ее поэзия останется. Для меня большая честь сейчас попробовать прочитать, потому что мне Володя только вот подарил эту книжку. И я, надо сказать, ну даже как-то не проглядела еще стихов. Поэзию я читаю плохо, это не проза. Я постараюсь. Медногубая музыка осени, бас-геликон, кружит медленным небом и колеблем осыпан листвою. Проплывает военный оркестр в мокром воздухе, понад землею. Чуть повыше дождя, замесен, накренен. Скажет музыка, о-о-о, и отступит фонтанов вода. Так застыли тритоны, что губы у них леденеют. Не замкнуть, не ответить оркестру. Он медленно реет, медью призрачный греет, дрожит за плечами слюда. Что ж, российский Версаль, нам достались и с той стороны. Этот парк щегольской, да надрывное слово блокада. А не кроны деревьев, голодные ребра войны. Не оловы арфы, а песня смертей и нацад. Сеет дождик и плачу. И с криком летит метеор вдоль оставленных парков. Угрюмо спешат экскурсанты. Мимо братской могилы фонтанов, каскадов, озер. Мимо музыки, вниз головой, растворенных дождем оркестрантов. Блокада, простуда, поленьев от рада. Не надо о будущем думать, не надо. Два сломанных стула, два томика блока. И мирное время далеко-далеко. Блокада и стужа навеки вдвоем. Блокада и черный оконный проем. Ты выживешь телом, ты духом умрешь. Ты станешь на каменный город похож. Пройдешь по цветущим садам Ленинграда. Здесь брат похоронен. Блокада, блокада. По-прежнему воздух весной леденит. По-прежнему памятник в парке зарыт. Из мира теней тенет, Дому и граду привет, Где ангел и месяц вместе Вплывают в закатный свет. Латник в часовне спит, В лавре от свеч тепло. Мир тебе гром гранит, Сонной реки стекло. И отзовется нет. Нет твоей тени здесь. Есть, отвечаю, Есть, Здешней судьбы замес, Полость истлевших лет. Жена Лота. Вообще у Лены очень много стихов Не озаглавленных. Да, Володя? Да. А вот это озаглавлено. Да. Ты обернешься? Нет. Ты обернешься? Нет. И в городе своем Увидишь яркий свет, Почуешь едкий дым, Пылает общий дом. О, горе вам сады, Гамора и садом, Не обернусь. Святым дано соблазн бороть. По рекам золотым Несет меня Господь. По рекам золотым Несет тебя Господь. А там орет сквозь дым Обугленная плоть. О чем ручьи поют? Там пепел и зола. Над ангелом встают Два огненных крыла. Они виновны. Так. Они преступны. Так. На грешной наготе Огня расправлен знак. Ребенок на бегу, Багровая звезда. Ты плачешь? Не могу. Всем поворотом. Да. Вот я прямо иду на север, Морошка корни. Больно, больно ступать, Болото тебя прокормит. Затянула крапивой Заброшенный лагерь. Вышки на Египет Спешат эти птицы, Из речки вышли. Оперенный иероглиф летит, А зрачки вдогонку. Вот я прямо на север, А смерть отошла в сторонку. Сердце ищет смоленских трав, Валерьяны, мяты. Духом нищие на земле, Перейдя богаты. Я богатство свое раздарю, Растопчу заранее, А болото прокор, А там не ступай, поранит, А тропинки не бой, Сойди же, о, ради Бога. Слава Господу, Презрящему нас на его дорогах. Ну, последнее я прочту, Поскольку еще людям... Сейчас я хочу... Вот. Тоже названное стихотворение «Спас на крови». Теперь скажу, Тяжеловесный спас Поставлен на крови Царя и террориста. Сюжет трагический, Но отчего ребристый, Лазоревый, глазурный, В завитках Собор сверкает весело для глаз. О, Александр больной, О, нищий Гриневицкий. Две горсти праха Спорят до сих пор, Тиран, душитель, Если б знал ты тяжесть, Дурак, мальчишка, Если б знал ты тяжесть, Но общая Их повенчала тяжесть, Оплывший цветом Лакомый собор. Ай, молодцы, Художники России, Отпраздновали, Чистили, Замыли, Любая кровь Фундамент для искусств. И молодцы, Собожники России, Собор под склад Сначала запустили, Потом взорвать хотели, Да забыли, И он стоит теперь Смертельно пуст. Неясный символ, Странное творение, Храм светлого Христова Воскресенья. Спасибо.